Вообще судьба это случай всегда. Шел по улице Горького и вдруг вижу на улице Горького на доме 15 комитет по радиовещанию и телевидению. А в Астрахани я уже чуточку начинал на телевидении, потому что там телевидение начиналось в 60-м году. И я начинал уже вот когда учился в театральной студии, параллельно подрабатывал помощником режиссера на астраханской студии телевидения. Специфику я знал, успел уже влюбиться в телевидение. И когда проходил по этой улице, еще будучи абитуриентом в театральном училище, решил зайти. И вот случай опять, судьба, суд божий. Тут меня встречает Фазулзианов, я человек с улицы, понимаете. А тут так совпало, что две пары должны быть на татарском телевидении. Софиулина Арсланов на татарском, Сакаева, одна крылая, потому что у нее не было на русском языке коллеги. Вакансии, понимаете. И прямо у меня, как говорится, сходу 13 ноября, понедельник, 61-го года, значит, я вошел к Фазулзиану. Вечер у меня председатель комитета Михаил Федорович Фабилио Долгов посадил свою машину и повез на телевидение на улице Усманова. И в тот же вечер я сел, заметьте, я совершенно чужой, с улицы, меня здесь никто не знает. Попробуйте сегодня, да, пройти хотя бы на телевидении через эту охрану. Вообще удивительные времена. Я нам с неба не приснился, потому что мы сейчас трясемся, боимся друг друга, живем. Ну и вот, и с тех пор уже ребята все удивлялись. Телевидение тогда начиналось только. Камеры были по 200 килограммов, море огней. А я уже сел в очках. А таких дикторов всего в Советском Союзе было 4 человека, благодаря способностям, таланту по всему Союзу. Одна была в Баку, помню, мы встретились. Одна была, по-моему, где-то в Брянске, женщина тоже. Мы были в очках. Оставить тогда освещение на человека в очках – это масса проблем. Надо было закрывать, чтобы не было бликов. Понимаете, марлями закрывали, мучились со мной, помню. Ну, потом, конечно, я и потерял там зрение. Сегодня, в общем-то, я одноглазый фактически. Это мое единственное почетное звание – инвалид по зрению. Я ничего не имею, слава богу. Но зато я убедился, что миром правит секс. И это я могу спокойно сказать. Потому что, знаете, не задело. Случайных людей очень много. Ну, это тоже отдельный разговор. И вот, короче говоря, я один год проучился все-таки в этом училище до мая месяца. Училище в каком? В этом театральном, здесь. В Казани? Да, здесь в Казани. Но дела еще были слабо поставлены, педагоги случайные. Мы занимались то на крыше Качаловского театра или в помещениях, там, закулисных Камаловского театра. Ну, я быстро освоился, понял, что это не мое. Это ближе похоже на самодеятельность. А потом я хорошо устроился, работал все в 100 рублей в месяц. Тогда огромные деньги диктора-практиканта. Короче говоря, в мае схватил свои документы. С большим трудом вырвал, потому что это тоже был сложный вопрос. Вот тогда был Бадурдин. А откуда вырывались? Из Астракли? Нет, нет. Из училища свои документы забрать. Чтобы в ГИТИ соответствовать? Да, чтобы пойти. И вот в мае я уехал. И, значит, стал сдавать экзамен на ГИТИС. Сначала я поступал, документы подал на режиссерский факультет. А факультет там... В 62-м, да? В 62-м, да. Набирал и тогда последний из учениц Константина Сергеевича Станиславского. Женщина. Вот, простите, не могу сейчас вспомнить фамилию. Очень известный режиссер. Вот. И вы знаете, слава богу, я не бездарный человек. Прошел спокойно. И когда дело дошло до того, что уже мне общежитие предлагали, все, я понял, что, в общем-то, я не могу обременять своих родителей, своих сестер, братьев. И я знал, что мне помогать никто не будет материально. Конечно, я могу приспособиться, я бы работал где-то. Но в любом случае уже то, что я имел вот эту птицу в руках, синицу в руках, так сказать, и укусить, я решил перейти на заочное отделение. И вот с 62-го года по 67-й я учился на театроведческом факультете. Условия были тогда, это только надо было идиотом, чтобы не учиться. Дорога оплачивалась за очередь. Зарплата шла. Понимаете, сегодня же уму непостижимо подумать. Вот такие были возможности. И вот таким образом, как счастливому человеку, мне повезло. В 60-е закончил, тут уже мне начали категории присваивать. Я, во-первых, большое мне сделала моя коллега Тсакаева. Она уже была, закончилась с высшим образованием. Знаменитый татарский диктор, классика татарского языка, Восфикамал Сактарова. Она в 62 года умерла. 22 года, начиная с 62-го по 84-й год, каждое утро 1-го января мы открывали с ней программу радио. Вы заметили, почему 1-й января? Да кто же после пьянки на встрече работает? А мы с ней трудились самые сложные дни. Я собирался уже переходить на радио полностью. Потому что, ну, все-таки уже внешний вид тоже имел значение. Тогда большой предавался. Сейчас и лысые могут садиться, и правильно делают. Ну, и тогда мне еще, помню, в Мосфильме заказали два парика, причем они на резиночках были, чтобы, не дай бог, ветром снесет. Там есть и в речном порту репортаж. И вот в 82-м году я попросил наше руководство послать меня. Тогда у нас был институт повышения квалификации работников телевидения и радиовещаний. Специально был институт в Москве с великолепным общежитиям. И вот тогда меня послали на двухмесячные курсы уже не теледикторов, а радиодикторов. И я попал в группу Юрия Борисовича Левитана. Занятия с ним проходили вольно. Это не обязательно часы какие-то. Вот он приходит, скажем, в ночь работать. Он до процедины, наверное, в ночь выходил, понимаете? И, скажем, приглашает своих учеников. И мы приходим, а Рамка, кажется, какое время, тем более молодым. И вот однажды на одном из занятий он обращается ко мне. Вот, говорю, смотрю я на вас, Абдулло Ибрагимович, у меня почему-то Абдулло называлось Абдулло. И думаю, что, наверное, вас в Татарии, тогда тоже в Татарии говорили, на руках носят. Я говорю, что вы, Ибрагимович, с чего это вы взяли? А вот, говорю, смотрю за вами, слежу, великолепная русская речь. Типично мусульманское имя. Типично славянская фамилия. Абдулло Дубин, это же в эфире звучит как знамя интернационализма. За все годы, 25 лет на телевидении, 30 с лишним лет книги сдаю, имея одно почетное звание. Инвалид по зрению.